Семья Мелекситян живет в микрорайоне уже более шести лет. Признаются, облагораживая территорию возле своего участка не первый год. Как и остальные, сначала заасфальтировали подъезд к дому, теперь, собрав деньги, взялись и за дорогу. Надоела грязь и пыль. Люди потихоньку строятся, а дороги как не было, так и нет. Отдыхающие приезжают, гости летом приезжают, идут к речке, хотят гулять, отдыхать, а пройти было невозможно. Проехать тоже. Поэтому решили взяться своими силами и с помощью депутатов. Решили сделать дорогу, чтобы было удобно и нам, и приятно нашим гостям города. Председатель Лазаревской территориально-депутатской группы Владимир Левшин рассказал, что эта проблема наболевшая. Решали ее в течение нескольких лет. Сначала проложили дорогу на соседних улицах, теперь очередь дошла до улицы Тормахова. Ранее был проект, он устарел, потерял свою актуальность. Я нашел его, переговорил практически со всеми руководителями района, нашел поддержку. И нам разрешили по этому проекту выполнить дорогу с тем, чтобы потом выйти на набережную и пройти вдоль набережной вверх, там, где современные дома, улица Малышева. Заботятся депутаты городского собрания Сочи не только об удобстве граждан, но и о красоте района. Ко дню города Сочи на улицах распустились сотни цветов. В парке культуры и отдыха на Аллее Рос, заложенной в 2011 году в честь 66-летия Победы, красуются экзотические сорта. Благоухающий Техас и величественная Эйфелевая башня. Это подарки парку от местного селекционера при содействии депутатской группы. Изобилуют различными видами цветов и клумбы на улице Пугачева. Несколько лет назад на этом месте была свалка. Совместными усилиями депутатов и администрации ее ликвидировали. И Александра Мещерякова разбила цветник. В нем более 100 растений. К ним женщина относится как к собственным детям. Четыре года я приходилась мне таскать воду самой, поливать весь, все участки, все саженцы. Но, понимаешь, саженцы не хватало воды. Теперь установили резервуар с водой, рассчитанный на 2,5 куба воды. Женщина не скрывает радости. Всегда приятно работать на благо родного города. И эта процедура длилась не менее двух месяцев. Потому что просто поставить емкость нельзя. Но я обращался к заму по коммуналке. Он посылал человека. Он выходил на место. Потом с архитектором. И смотрели, где можно установить. Этих двух кубов за глаза хватит. Теплая вода. Теперь в планах у депутата рядом с цветником на улице Пугачева разбить еще один большой розарий в честь 70-летия Великой Отечественной войне как подарок ветеранам. Похвастаться необычными видами роз могут и в детском саду номер 118. Здесь свою аллею заложили полярники-исследователи. Подшествием депутата Владимира Левшина дошкалята активно участвуют в научной деятельности и даже занимают призовые места на всероссийских конкурсах. В этом году у нас еще одна замечательная юная исследовательница выявилась. Это у нас Лютова Ольга. И мы с ней делаем работу очень интересную. Карандаши, чернельницы и перья, без сомнения, как и перо гусиное, достойны уважения. Собираем весь достоверный материал, ищем чернельницы, варим сами чернила. Бываем в музеях, достаем промокашки и учимся писать пером и гусиным, учимся писать плакатными перьями. С этой работой о гусиных перьях дошкольница со своим наставником поедет на краеведческий смотр, а потом на городской этап всероссийского конкурса «Я исследователь», где они надеются занять призовое место. Работа по озеленению Лазаревского района продолжится. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.